Наверное, не найдется ни единого человека, кто играет в мобильные игры или смотрит ютуб, который не видел бы этой шедевральной рекламы викингов. Девушка просит у парня ресурсы, и он, растекшись от такого подката, конечно же, отправляет незнакомки богатые караваны с продовольствием в надежде на ужин при свечах, постель из роз, ну и, конечно же, утречка с завтречком в постель. Правда, взамен получает finger in your ass. Чё? В смысле? Ох уж, это первое правило не доверять женским аккаунтам по прошайкам, под которыми сидит школьник Вадим и фармить на новую пуху. Вадимы напряглись. На справедливости ради в настоящей нерекламной игре поставить свой аватар, увы, невозможно, что максимально сразу расчаровало всех Вадимов в мире, как и меня, мои соболезновные пацаны. Но никак не расстроило остальных игроков, потому что есть от чего расстроиться еще. Богатых караванов с ресурсами нет, войска на атаке выглядят не так, захватывающие бои на кораблях викингов в дракарах отсутствуют, графика не такая, как в регламе, баги, вылеты, обнуление аккаунтов, игнор техподдержки и донат. Играл 4 года. Сегодня жадность и тупость плариумов превзошла себя. Весь смысл игры теперь в бесконечной раскачке. Плариум, прощай. А ведь мне эти викинги сразу не понравились, да и графика какая-то... Так, стоп, это же другие викинги. И это другие. Да господи, где нужно это? А, вот, все, те самые. И фингер мне взад, если этот донатный стыд, рекламирующийся из каждого утюга под названием «Викинги. Война донатов», ооо, «Война кланов», я вам не покажу своими глазами. И поскольку в свое время я отказался от рекламы викинги, мой утюг занял мазобриг, который полностью соответствует рекламе, да не дадут мне соврать его владельца. Фотоконструкторы с деталей пяти градаций цветов, с помощью которых можно бесконечно собирать любые фотографии в стиле пиксель-арт, имея всего-навсего один набор. Количество деталей всех трех комплектов заранее рассчитано на официальном сайте интернет-магазина мазобриг.ру, и после загрузки любой своей картинки ее можно уже собирать, выбрав один из 12 вариантов. На email приходит схема, распечатываешь ее или сохраняешь смартфон и собираешь. Братва, запоминайте его таким. Скоро буду снова пересобирать. Благо, схема, по которой происходит сборка, проста и удобна. В каждой клеточке свой значок, который также указан на необходимом паке с деталями нужного цвета. Все совместил и картина готова. А разбирать старую для сборки новой также просто с помощью специального сепаратора, которым элементы отделяются за пару простых движений. Вешаешь на стену, ставишь на поставку из комплекта, смотрится везде хорошо, благодаря тому, что конструктор производится в России, хороша и скорость доставки. Поэтому переходи по ссылке в описании, выбирай тот размер, который больше всего тебе по душе и не забудь использовать промокод JAME, чтобы получить хорошую скидку. Если Мазабрик меня не разочаровал еще ни разу, то викинги, которых рекламировали под видом старых классических стратегий с 90-х или 2000-х, вроде той же Дюны 2 или Старкрафта с Варкрафтом, оказались то еще грустью. Строим здания, улучшаем их, чтобы улучшить замок, нанимаем героев, выполняем кучу Лордс Мобайл, чтобы получить кучу Райс оф Киндомс, прокачиваем Мафия Сити, нанимаем Великого Султана, ну вы поняли. Плагиат один в один, после которого я вам делаю видосян прямиком из дурки, потому что такого количества вьетнамских флешбеков мне не дарила еще ни одна игра. Лучше блэки подарили, ей богу, поскольку все, что здесь есть, это набор из ранее мной обозренного мобильного хлама и еще и в крайне непритягательной обертке. Я даже поспать, блин, успел, пока в нее играл, настолько она интересная, ни сюжета, ни катсцен, ни мини-игр, как в Великом Султане или в Лордах, ничего. Ты только донать нам, ладно, от нескольких сотен рублей до 7 тысяч, чтобы получить огромное количество золотых и избавиться от ожидания. Ведь ждут в этой игре улучшения лишь кривозубие крестьяне, игра-то бесплатная, пусть спасибо скажут, что вообще поиграть дали, а вот великим мастерам рубля и меча можно спокойно задонатить и нагнуть очередного нуба, который не нашел денег на очередной защитный купол, о которых обязательно чуть позже, и все равно остаться ни с чем, лол, о чем тоже чуточку позже. Я тебе вежливо говорю! К примеру, в начале игра щедро мне подарила 40 тысяч голды, которые стоят, как вы заметили, аж почти 8 тысяч рублей максимального доната. И это без регистрации и смс и не по реферальным ссылкам блогеров. Ну и как вы думаете, надолго ли мне хватило этих денег? 15 минут на начальном этапе игры, когда постройки и улучшения нужно ждать от нескольких минут до пары часов. А теперь включаем фантазию и представляем, насколько увеличится цена мгновенного улучшения за ту же голду через несколько уровней замка, который на девятом уровне улучшается уже сутки и стоит 2,5 тысячи золота мгновенно. И делаем вывод, как нужно много денег, чтобы получить хоть какой-то профит в этой игре даже через донат. Само собой, конечно же, найдутся счастливые люди, которые играют в эту игру годами и не потратили ни копейки. Братва, не стоит этого доказывать, мы все вам верим, 3 года ни копейки в игру окей. Но как оторвались в прогрессе за это же время постоянные донатные игроки, и как все сложнее и сложнее играть с новыми обновлениями, которые все сильнее закручивают гайки на принудительные покупки, можно понять из комментариев самих игроков, которыми переполнены все отзывы об этом шедевре. Вы похоронили игру. Единственное, что вы сделали правильно, это верховный дух. Всем пока. Новым пользователям, ребят, не вздумайте качать игру, это слив денег в никуда. Игра превратилась в флохотрон, где заплатив реальные деньги, получаешь очень часто нулевой результат. Введены элементы игорных заведений, как повезет. Может быть. А может и нет. А может пошел ты. Но не будем о грустном, ведь есть же игроки, переполненные счастьем. В последнее время играть стало хуже. Постоянные лаги, поддержка не работает. Купил гард хладнокровие, мне опять предлагают его приобрести. Получается, его у меня нет? За лаги обещали пояс Беовульфа, его тоже нет. Пять звезд! И это у игры, где более 10 миллионов скачиваний, 4 и 3 общая оценка в плей-маркете и просто куча негативных отзывов. Хотя, знаете, я так этому удивляюсь, будто эта игра не от разработчиков Raid Shadow Legends. Она именно от них. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Но вот вы справедливо спросите, ради чего все эти вливания денег, если там как такового геймплея даже нет? Потому что я даже о нем до сих пор ничего не рассказал. Как? Вы что, не слышали про сражение настоящих викингов? Еще рекламу не смотрели? Выходите на общую карту, выбираете цель, жмете атаковать и... И... Получайте высокографонистое и реалистичное сражение настоящих викингов. Господи, даже в рисе королевств это было убого, но чуточку лучше. Не, ну а что? Вы хотели 3D-анимацию боя в викингах? Зачем? На почту придет уведомление о статистике сражения, и как решили разработчики, этого вам вполне хватит. Хватит! Хватит, это перпять! Но отдельная песня в этой прекрасной игре, это про купола. Не про золотые, которые накалывает кольчик в песне круга, а про голубые, которые у нас в игре. Раскачал я себе такой восьмой уровень замка. Получил стикеры, как это сделали авторы этих комментариев, написав мне в личку в ВК. Нашел на карте желаемого противника. Ушатал его в грандиозной битве, от которой аж мурашки побежали по моей эс. Потом ушатали меня, потом снова меня ушатали. И это при всем при том, что в игре меня даже не было. А вот купил бы я голубой защитный купол, который, естественно, покупается не за камешки, то остался бы цело невредим. Поскольку на этом и держится весь геймплей и прогресс викингов. Все сидят под защитными куполами и отстраиваются, не получая урона. Поскольку если хотя бы на пару часов твой купол слетит, ты спокойно можешь соснуть жопу от более мощного противника. И снова будешь вынужден отстраиваться и наращивать армию, поскольку все перебьют и сломают. И этот самый купол, называющийся мирным договором, как бы не обязательна эта покупка в игре. Но и как бы обязательна, поскольку если, как вы поняли, его нет, развития, можно сказать, тоже нет. Потому что единственный способ развиться, это быть под защитой этого купола. Не хватает еще сдать на шторы и на ремонт класса, чтобы все вокруг было максимально добровольно и естественно. У вас же в школе все это было добровольно, правда? Естественно. Ну и естественно, существует здесь также самое герое, лицо которого можно менять. И у которого куча пассивных скиллов со слотами под шмот, которые на него можно приколбасить. Но какой от этого всего смысл, если нет самого геймплея, непонятно. Нет, конечно, можно сказать, что все вышесказанное неудивительно, поскольку компания Plarium это также создатель всеми любимого Red Shadow Legends, как я уже говорил. Но даже там можно было хоть как-то играть и испытывать хоть какой-то интерес к прохождению, в отличие от викингов, где прохождения как такового нет вообще. И смотивировать тебя что-то делать в этой игре может только доска с заданиями, которые тебе просто нужно выполнять, потому что так сказала игра. Которая для многих стала как плохая привычка, типа курения. Понимаю, что дичь, а перестать играть не могу. Не знаю, почему играю. Рефлекторно или по привычке, но игра постоянно урезается и ставит усиленный акцент на донаты. В общем, голимый маркетинговый проект, в котором было бы во что играть, если бы разрабы преследовали такую цель. Ну а пока 0 баллов из 10. Худшее, скучнейшее и бесполезнейшее творение, которое создано для выкачки денег из игроков. Которое сразу же отправляется в мусорную корзину. И некоторые могут сказать, что нужно было просто поиграть часов 100, что я не дошел до 100500 уровня, на котором игра раскрывается, но извините. Играть в подобие игры, в котором сама игра появится через год, и все это время я буду лишь пытаться ее дождаться, это извращение над собой и неуважение к своему личному времени. И количество лайков под этим видосом, согласных с моим мнением, думаю, будет отличным показателем, что большинство не хотят играть в этот мусор и чувствовать себя денежным мешком для разработчиков. Ну, как минимум, я не хочу. Спасибо. При том, что в гугл плей маркете есть еще куча других викингов, механика которых весьма веселая и несложная, чтобы просто позалипать с геймплея, как, например, в викингах Артерс Журни, и не пытаться искать плюсы в том, где их нет. Во всяком случае, Лордс Мобайл или Райс оф Киндомс никто не отменял. Как и никто не отменял обзор на другой мобильный шлаг, если вы напупырите свои лайки, тем самым показав свой интерес, например, к обзору на Великого Хана или что там у нас сейчас модно, Мехарена. Или все-таки State of Survival. Хоть разорвись, блин, и все сразу обозревай. А пока заглядывай нам за брик по ссылке в описании, подписывайся, если ты еще не подписан. А с вами, как всегда, был Джеймс Алоун. Увидимся.